Всем привет народ! ZBD04A Еще одна новинка патча Alpha Strike Китайская БМП, которая по многим параметрам превзошла в свой советский, а затем и российский аналог БМП-3 За что получила боевой рейтинг 9.7 Но вот помогло ли это китайцу? Я вам об этом и решил сегодня поведать Знаете, я далеко не сторонник подобных машин в игре Так как в большинстве случаев они по многим параметрам уступают обычным танкам Особенно натовским Главной фишкой которых является отличная динамика И все эти БМПшки не то что имеют сопоставимую скорость Они зачастую им уступают И в результате вместо быстрых врывок по флангам Получаете плюхи в лоб от АБТ на том же самом фланге Что на корню убивает весь мысль от подобного стиля игры на подобных БМПшках И остается только краситься по этим флангам И надеяться на то, что сейчас из-за поворота В лоб на вас никто не выскочит первым и не даст плюху с вертухана К тому же помимо быстрой динамики большая часть УБТ обладает на этих рангах уже солидной броней Ну во всяком случае для 30 мм пушки Многие танки в лоб на этих рангах китаец пробить не может Даже несмотря на то, что тут появились более продвинутые подкалиберы с пробитием чуть больше 100 мм Но как-то кардинально ситуацию это не меняет Скорее даже сделало хуже Ибо нас теперь постоянно кидает на боевой рейтинг 10.0 Но ведь помимо тридцатки есть и сотка, которая имеет перезарядку в 4 секунды с тандемными турами В то время как у российской трешки КД 5 секунд 20 Наверное этим и обусловлен повышенный боевой рейтинг китайца И вот уже от этого можно как-то плясать и пытаться как минимум подловить невнимательного танкиста Но все же в лоб сталкиваться с ними не стоит Да, благодаря тому, что у китайца движок и трансмиссия находятся спереди Вы можете пережить рандомную плюху Но такое бывает не сказать, что и часто Ведь брони как не было, так и нет А все те же три члена экипажа долго жить БМП не позволяют Так что быстрый КД ПТРА это хоть и жирный плюс Но глобально ситуацию не меняют Так как рандомность и точность этих троп никто не отменял Их как болтало, так и болтает И попасть точно куда ты целишься даже на средних дистанциях довольно сложно Особенно если еще цель и движется А пробитие в 600 мм не является каким-то ультимативным А учитывая, что мы частенько попадаем против советов Которые обмазаны ДЗ чуть ли не по кругу То и прямое попадание может и вовсе не нанести урона Да и про непредсказуемый урон кумулятивной струи тоже забывать не стоит В общем, учить китайца весьма рандомно Да, бывают моменты, когда вы успеваете проскочить в борт И покрошить пачку танкистов Но такие моменты редки и зависят в основном от карты Далеко не всегда такое удается провернуть на каких-то более открытых локациях А я старался и не раз И итог всегда один и тот же Одна, максимум две плюхи вы в ангаре Но крест на машинке стоять не стоит Все же, если играть аккуратно, не от динамики То вы вполне способны достичь на ней неплохих результатов Так как легкобронированных танчиков на этих рангах всегда хватает Которых вы можете выкашивать с довольно приличной дистанцией И отличный теплак с лазерным дальномером вам тут в помощь Не стоит забывать и про летку Так как у нас есть возможность ее захватывать с помощью оптики И тем самым забивать всякие зазнавшиеся вертушки и даже самолетики Ну и система СПО, как и дымы тоже в наличии Так что скататься от ктура в думах вы можете успеть Что не может не радовать По итогу, мне машинка понравилась Хоть и я не любитель подобной техники Да, далеко не на каждой карте ее можно удачно применить Да и многое зависит от боевого рейтинга и противника Который вам попадается Но играть все же можно Советую ее брать только первым выездом Когда есть возможность кого-то подловить на переезде Или сбить вертушку Коих на этих боевых рейтингах любят брать первым вылетом А на этом мой обзор подошел к концу Делитесь своим мнением насчет китайцев в комментах Я их если что читаю Ну и если обзор вам пришелся по душе То подписываемся, поддерживаем пальцем вверх К тому же не забываем про Телеграм, Дискорд и группу ВК Все ссылочки в описании Всем спасибо за просмотр Всем удачи и всем пока